Так, ну что, всем привет. В общем, сейчас у нас будет обзор криптовалют. Соответственно, у нас сейчас 20 минут 3-го, 18 февраля. Начну я, пожалуй, наверное, с XRP, а не как обычно с биткоина, ну, по-быстрому пройдемся. В общем, по XRP какая ситуация, я еще выпущу отдельный видеоролик по поводу него сегодня. Поэтому будьте готовы. В общем, по XRP, как вы видите, все-таки нас откупили по 50 копеек, ну и, соответственно, сейчас идем наверх. То есть, что я жду? Я жду перебив 60 копеек, потом 64, получается, здесь у нас были хай. Ну, на самом деле, 64 тут уровня как такового нету, ну, 65 копеек, да, локальный тут есть. Но я жду перебива для начала 60, ну, а потом 80 центов. Я уже говорил об этом до этого, но, в принципе, кто хочет докупиться, можно сейчас докупиться. Кто заходил там по 60 копеек и выше, в принципе, можно дальше держать. Поэтому я жду дальнейшего роста по XRP, тем более, если через 4 дня у нас там все разрешится, то никаких проблем не будет. Так, ну, по биткоину, как видите, немного откатываемся в моменте, как видите, но, в принципе, выше нас 52 тысяч не пустили пока что. Даже 52 здесь 400 где-то, 52, ну да, 52 400. Ну, давайте по эферу теперь, по-быстрому. Сейчас по-быстрому по монетам пройдусь. По эферу, как я и говорил, что вчера-позавчера можно было заходить. Сегодня мы уже подрастали до 1929. Давайте сразу доминацию я гляну, чтобы было понятно, что у нас там по ситуации вообще. Доминация упала, да, доминация упала, биткоин упал, и, соответственно, не дали я ей выйти наверх. И решили все-таки, ну, опять же таки, посмотрим, что будет завтра. Если завтра мы, допустим, здесь нас, скажем так, ну, выкупят, да, относительно графика. То есть, если нас здесь, ну, дальше погонят цену биткоина наверх, то доминация, естественно, поднимется. Если мы выйдем за 63, альты, конечно, канут вниз, там, на 10, на, даже не такой, 10, 20-30% как минимум. Поэтому это даже хорошо на данном этапе, поэтому альты будут продолжать расти и уже растут. Поэтому давайте к следующим монетам. Ада Кардана, Ада Кардана пошла наверх. В принципе, говорил, что частично можно здесь докупаться. Но посмотрим, как у нас будет ситуация дальше развиваться. XLM Stellar, то же самое, в принципе, сейчас на долгосрок не ошибка докупиться. Но помните о том, что скоро близится коррекция по биткоину. И будет она, я думаю, процентов, ну, от 20 это как минимум. Но я думаю, может даже от 30-40-50%, может даже больше. Поэтому я жду такую хорошую коррекцию, и на ней уже можно будет закупиться. Но, опять же таки, я бы закупался и сейчас частями, потому что вы не знаете, когда она будет. И монеты уже могут к тому моменту очень сильно отрасти. По Доги Коина многие спрашивали. Я писал и говорил в своем закрытом клубе. Ссылка в описании, если что. Можете присоединяться, кому нужно. Я писал, что если ниже 50 копеек. И вообще отписывал, говорил, что если ниже 50 копеек нас поведут, тогда, в принципе, можно, ну, не то чтобы продавать, а, скажем так, ну, не то чтобы паниковать, а, скажем так, ну, уже осознавать, что, скорее всего, вверх его не поведут. Но, даже если бы его провалили там ниже, я бы все равно не продавал бы, потому что скидывать на панике, ну, какой смысл, я бы просто холдил бы, да и все. Тем более, я не так много им закупился, потому что рискованно было заходить. Опять же таки, повторюсь, но многие поспешили, позаходили там большую часть депозита, я в этом уверен. Но, как бы, я предупреждал о рисках, что он сверх повышенный. Поэтому сейчас нас выкупают в моменте, а говорить, что сейчас докупать, ну, то есть здесь вы можете заходить на свой страх и риск, но я еще подождал бы завтрашнего дня. Если завтра, в принципе, мы начинаем двигаться опять наверх, тогда уже, в принципе, можно будет докупиться. Но если сегодня мы отстоимся, а завтра провалимся, ну, как бы, какой смысл сегодня тогда докупаться. Пускай даже там вы там те же 5-10% недозаработаете, но зато, скажем так, будете уверены. По лайткоину, ну, в моменте откатываемся. То есть вот эти все откаты, это вообще сейчас по основным монетам, я имею в виду, по щиткоинам, понятное дело. По BNB, кстати, то есть этот откат, он вообще ничего не значит, потому что мы в любом случае будем расти в дальнейшем. Ну, естественно, после коррекции уже начнется более такой глобальный рост. Как вы видите, кто закупался, там, по 130 долларов, там, мог уже заработать, там, 40-50% профита. Кто докупался вместе со мной, это по BNB, поздравляю всех. Кто закупался еще раньше, там, по 30-40, может, даже по 10 долларов еще в марте 2020 года, тоже поздравляю с профитом. По US тоже часто спрашивают. Ну, ничего тут особенного, то есть дал свои, там, 2X, и все. То есть не отрицаю, что он может еще пойти. Отката пока что нету, но пока мы не перебили 5 долларов, тут бесполезно о чем-то говорить. По йоте, кстати, можно, в принципе, докупиться. Я бы ждал дальнейшего выхода наверх, но не отрицаю, что могут сегодня-завтра обвалить, если биткоин пойдет наверх. Но, опять же-таки, я бы докупался, если и докупался на долгосрок. По доту, кстати, по доту, я, по-моему, не знаю, сказал, не сказал. В общем, по доту тоже можно держать дальше. Я думаю, что он будет расти. По линку тоже спрашивают. По линку, по линку, в принципе, в плане долгосрока можно сейчас частично докупиться, но если на случай будет коррекция, то есть слишком много не вкидывайте сейчас. У меня еще спрашивали по поводу монеты АИФ. АИФ, ну, АИФ можно дальше держать. Думаю, будет дальше расти. Пока что в моменте откатывается. Пока ничего особенного по ней. То есть меня что забавляет, что большинство у меня спрашивают, когда про монету. Когда она уже дала 2, 3, там, 5, 10 иксовый. И тогда спрашивают, а стоит ли в нее заходить или нет. Ну, включите мозги и подумайте сами, стоит ли в нее заходить, либо нет. Ну, честно, у меня вот сразу такое желание ответить. Потому что, как бы, когда монета уже... Если там по основной монетке и спрашивают по поводу долгосрока, это одно. Но когда какой-то щиткоин там или ДФИ проект, который все равно там рано или поздно скоманет, то есть спрашивать за это... Я не говорю, что нельзя спрашивать, но просто спрашивать, когда он уже отрос, но это просто смешно. Заходить надо было, допустим... Ну, по эфир-классику понятно, можно и сейчас заходить в плане долгосрока, это не ошибка. Но, допустим, заходить по той же монете АИФ сейчас, ну, не знаю, я бы сейчас не заходил. Если заходил бы, то чисто, чтобы докупиться частично. Опять же таки, если у вас уже была какая-то позиция. Но сейчас заходить там на 30, даже там 40, даже 20% депозита, ну, сомнительная идея, потому что она уже дала... Ну, давайте глянем, сколько здесь. Она уже дала 5 иксов. Ну, если взять даже отсюда, хорошо, 2 икса она дала. Ну, то есть я смысла заходить не вижу. Хоть не отрицаю, что она может еще столько же вырасти, но заходить, когда она уже так выстрелила, ну, сомнительная идея. Поэтому... Ну, многим, конечно, не понравится, что я скажу. Надо было сказать, что... Вот, задавайте вопросы. Ну, я просто говорю, как есть. Поэтому просто надо, скажем так, заходить тогда, когда это нужно делать, а не заходить уже в самый последний момент. Ну, большинство так и будет заходить, потому что не в том плане, что не разбираются, а в том плане, что поддаются эмоциям, что вот ада, когда она там отросла уже, если с текущего момента она отросла... Сейчас, секунду, у меня мышка подлагивает немного. Здесь, получается, сколько она тут? Тейкса дала, да, получается, за месяц. Ну, за три недели. То есть, Тейкса дала, и многие спрашивают, а стоит ли сейчас заходить там, ну, я не знаю, вкидывать большую часть денег в АДУ, потому что она же так отросла, надо же вкидывать сейчас, когда она растет. Не тогда, когда я советовал зайти, когда она, ну, стоила в три раза меньше, или там в пять раз меньше, что я говорю, закупайтесь, будет рост, закупайтесь. Накопление идет. Ну, никто же не слушает, а все закупаются только тогда, когда она все растет. Заходят на эмоциях, потом, естественно, идет коррекция, когда они заходят, потому что заходят на самых хаях, и потом спрашивают, а что ж мне с этой монетой делать? Да ничего не делать, ну, как бы, не надо заходить, когда монета слишком уже отросла. По Нео, по Нео отката никакого нету. В принципе, если мы перебьем 44 доллара, ну, да, 43 900, 44 доллара, в крайнем случае 46, можно идти дальше, но, опять же таки, я бы докупался на долгосрок. Дальше, что у нас? По Кьютому, кстати, многие тоже спрашивают. По Кьютому, ну, я, как я и говорил, можно и сейчас докупиться, не ошибка абсолютно, в плане среднего срока, долгосрока, ну, лучше на долгосрок, то есть. И еще, может быть, видосик по Кьютому, не буду рассказывать пока еще какой, но будьте тоже готовы. Сэкспи, Сэкспи, то же самое, в принципе, говорил, что вчера-позавчера можно докупиться частично, кто докупился, ждем дальнейшего роста и перебива 3 долларов, то есть, фиксацию я где ждал, ну, то есть, в районе 3,3,5-5 долларов, ну, я буду ждать перебива 3,3,5 доллара, посмотрим, сможем ли мы это сделать, либо нет, но я думаю, вполне сможем, поэтому я еще буду пока что держать. По Монеро, по Монеро, здесь мы сдали уже 2 икса, тоже за, ну, почти 3 недели, да, вот, 3 дня не хватает, пока что откатываемся, но то, что мы локально откатываемся, сильного отката пока нет, но это просто, скажем так, откат к вот этому росту, что был. Спрашивали еще за монетку CRV, по-моему, CRV, ну, CRV тоже уже отросла прилично, то есть, она уже дала, сколько здесь, давайте глянем, отсюда даже она дала, здесь 5, почти 6 иксов, здесь дала 4 икса, то есть, тоже заходить, конечно, поздновато, если вы, скажем так, держите ее, то частично можно докупиться, но, опять же таки, я сейчас уже лично я не заходил бы. Еще спрашивали за Атом, Атом, то же самое, отката пока нету сильного, думаю, в принципе, может продолжить рост, но заходить прямо сейчас, то есть, многие хотят, скажем так, ну, ну, ладно, скажу как есть, заработать, скажем так, по-быстрому, да, что они хотят, ну, заработать сегодня, ну, вернее, какой сегодня, заработать вчера, а инвестировать деньги сегодня, то есть, ну, большинство так и хочет сделать, но тут так не получится, тем более, что рынок сейчас манипулятивный, крупные капиталы позаходили, они знают, как это все дело подрезать, как манипулировать эмоциями, и, соответственно, по XTZ, кстати, тоже можно дальше держать, кто хотел докупиться, частично можно, но, опять же таки, если вы в нее не заходили, частично докупиться, объясняю, для тех, кто не понимает, что значит частично докупиться, это если вы заходили в нее, можно докупиться сейчас, если вы в нее не заходили, не надо сейчас уже заходить, поэтому, ну, если, естественно, это не долгосрок, если в плане краткосрока, среднесрока, смысла вообще никакого нет, по оде нынче, в принципе, можно сейчас закупиться, частично, опять же таки, если вы докупались, но, если вы верите в нее, там, на долгосрок, тогда, в принципе, можно и сейчас взять, То есть, опять же таки, распоряжайтесь вашими личными средствами только вы, я лишь даю рекомендации со своей колокольни, как я это вижу. Поэтому, ну, если хотите, чтобы вам сказки рассказывали, что надо шахтить, надо еще что-то делать, ну, сейчас на растущем рынке, ну, хорошо, слушайте тех, кто вам это советует. Будете верить дальше в сказки. Поэтому, здесь по 52 цента мы отбились, как вы видите, патронов, ждем дальше перебива 60 копеек, в принципе, ОМГ еще, монетка ОМГ тоже я рекомендовал, ждем перебива 6,5 доллара, ну, а здесь потом 8. Так, ну, что у нас еще осталось? Остался биткоин кэш, по биткоин кэшу сейчас глянем, по биткоин кэшу отката тоже, ну, откатились в моменте, но посмотрим, как сегодняшний день закрывается и завтрашний откроется, если мы завтра открываемся опять в боковике, но, опять же таки, завтра мы можем уже улететь. Ну, я посмотрел бы, все-таки подождал бы до завтра, докупаться частично, либо нет, надо будет посмотреть. По з-кэшу тоже самая ситуация, я подождал бы завтрашний день, если завтра так же отстаиваемся, либо начинаем там уже какое-то движение чуть-чуть наверх, то, в принципе, можно докупаться. По дэшу, не помню, говорил, не говорил, по дэшу пошли наверх, как вы видите, в принципе, вышли с этой формации наверх, но пока сильно не улетели. По дэшу сейчас уже, конечно, поздновато докупаться, кто докупался здесь, здесь, там, либо здесь, тогда ничего страшного. Но, если вы не докупаете, ну, в плане долгосрока, я, опять же, говорю, что лучше докупаться на вот этих откатах. То есть, можно было здесь докупиться, здесь, там, но сейчас уже, конечно, поздновато. Но, в принципе, если вам все равно, если вы инвестируете просто, хай лежит, то, как бы, вообще без проблем. То есть, можно хоть и сейчас, но я все-таки докупался на откатах, лично мое мнение. По антологи, по антологи тоже отката никакого, ну, здесь надо перебив ждать 1.35, кто держит, в принципе, можно дальше еще подержать. Антологи Гэс, антологи Гэс тоже, скажем так, отката никакого нету, можно дальше держать. Более подробная инфа будет в закрытом клубе, я думаю. По литу, по литу, кстати, ну, в принципе, по литу, как видите, сегодня выровнялись. Я посмотрел бы сегодня, завтра, как мы еще себя поведем, в принципе, по литу, кто закупался до этого, там, кто закупался на пресейле, там, или либо еще что-то. Ну, и кто продал, как бы, либо часть держит еще, либо закупался здесь, в принципе, можно еще дальше держать. СФП, монетка тоже спрашивают, СФП. По СФП, как видите, немного поднялись, ну, сейчас откатились, но это ничего страшного, то есть, я жду дальнейшего роста, по ней сегодня откатились, я думаю, завтра, послезавтра рост будет продолжен, поэтому переживать особо нечего. Что у нас еще по монетам, по монетам, так, что еще, что еще, ну, в принципе, вроде бы все сказал, вроде бы все монеты, если какие-то вопросы остались, по-моему, вроде бы ничего не забыл, да, вроде бы ничего не забыл, все, что хотел, по биткоинов сказал, по остальным монетам сказал, ну, вроде бы, да, вроде бы все сказал. Если что-то забыл, напишите в комментах, ну, вроде бы основные монетки гляну. По биткоину сейчас откатываемся, доминация просела, некоторые монеты тоже валятся Ну посмотрим, я думаю, в районе 50 тысяч, в принципе, как я и говорил, что могут еще свозить вниз с первого раза, мы не закрепимся Посмотрим, как ситуация будет для нас, как она для нас обернется Поэтому, ну в любом случае, понятное дело, биткоин будет расти, но я все-таки, чтобы закупаться на всю котлету, ждал бы какого-то отката Ну, вернее, не отката, а коррекции там от 20-30%, ну даже не 20-30, а от 30%, даже, наверное, 40-50% и тогда позже закупился на полную Ну, по эферу, в принципе, до этого я говорил, что мы неплохо стоим здесь и, скорее всего, пойдем выше Поэтому не отрицаю, что могут еще свозить вниз, но, как вы видите, отката нету, на часовике накопление продолжается Я думаю, что по эферу будем лететь дальше наверх Ну, по XRP будет отдельное видео, в принципе, по остальным монетам все сказал вроде бы В общем, если какие-то вопросы по монетам есть, более подробные рекомендации, там, вопросы, консультации и так далее Можете все это найти в закрытом клубе, ссылка в описании есть Если хотите зарегистрироваться на бирже Binance, тоже ссылка в описании есть Там минус 10% по комиссиям у вас будет, ну и мне тоже будет 10% капать за каждую вашу сделку, поэтому я этого не скрываю Ну, то есть, там, можно выставить уровень Я мог выставить вообще, конечно, себе 20% вам 0, но там максимум, что можно сделать, это Ну, насколько я помню, там, вот эта эферальная программа, то есть, можно 10% вам, 10% мне Вот это максимум, что можно, конечно, если бы можно было и вам, и мне больше выставить, я бы, конечно, выставил, но Как бы больше там нету Поэтому такие дела В общем, ссылки все есть в описании Кто хочет, может присоединиться к общему каналу, там, в Телеграме, тоже иногда прикольные новости скидывая, там, картинки, мемчики и так далее Поэтому Можете присоединяться, подписывайтесь на канал В принципе, ждем Дальнейшего исхода событий Сегодня у нас четверг, я думаю, на выходных мы увидим либо Все-таки Хорошее движение вниз И коррекцию, либо Ну, не факт, что она будет, конечно, еще На этой неделе Ну, я думаю, весной она уже должна быть, там, в каком-то из месяцев Я не знаю, когда, то есть, никто не знает, когда они планируют ее сделать И будет ли она вообще весной, я не знаю Ну, я предположительно думаю, что весной она будет Поэтому такие дела, в принципе Да Жду дальнейшего движения Либо все-таки нас провалят вниз и сделают опять обвал Пролив такой 20-30% в а то и больше Либо, соответственно, что у нас будет Либо Сильный рост наверх продолжится Поэтому такие дела И, кстати, еще там говорили, что Не помню, какая компания Я новость еще скидывал в Телеграме А, я глянул Микростратеджи Называется компания И, в общем, было написано, что она Собирается инвестировать Вернее, инвестировала 300 миллионов долларов И там было еще в новости, что они еще 150 Возможно, докинут миллионов Поэтому Биткоин сейчас максимально на хайпе Я думаю, отметку там 60 тысяч Мы в ближайшее время даже можем взять Возможно, даже в этом месяце Но многие сейчас заходят Что и по многим, естественно, я слышал Что Ну, я телевизор не смотрю У меня как бы Есть чем заниматься Чем Смотреть телевизор Поэтому Смотреть там новости Тем более Ну, я думаю, вы понимаете Для кого предназначена информация Из телевизора По новостям Ну, поэтому В общем, не хочу никого обидеть Но Я бы на вашем месте, конечно Телевизор не смотрел бы Потому что Чистой воды пропаганда Поэтому В плане Криптовалюты То есть в плане битка Говорят, что Вот там 50 тысяч Мне просто забавно За этим наблюдать Что когда биткоин там стоил В марте месяца Да даже в июле месяце В августе Он еще там 10 тысяч стоил Никто не говорил Все говорили Да, 20 тысяч не будет Да, какой там 20 тысяч Понятное дело Я тоже не думал Что 20 тысяч перебьет Но просто самое забавное Что когда биткоин стоил 5-10 тысяч Все говорили Да скам Да зачем в него заходить Да кому нужен этот биткоин Да ты что Не будет он никогда там Выше 20 тысяч А сейчас Когда он там Стал 30, 40, 50 Вот особенно 60 Я уверен, что он будет И в этом году Может даже до 100 тысяч Дойдет Будут говорить По каналам По телевизору Что да, да Докупайте биткоин Сейчас же он 100 тысяч И если коррекции Еще не будет Особенно все закупятся Зайдут на хаях И в итоге Ну прокатятся Сами знаете на чем И как бы Сделают коррекцию Потом там 30, 40, 50% Люди подумают О, надо продавать В итоге они продают Крупный капитал скупают И потом дальше Ведет цену наверх Ну так и будет 99% людей Так и сделают Поэтому Не будьте Среди этих 99% людей И присоединяйтесь К 1% тех Кто зарабатывает Поэтому Такие дела Ну а присоединиться Естественно Можно в закрытом клубе Ссылка в описании Вот такая вот Да Приманочка Поэтому Спасибо за внимание Всем Еще Если кто Интересуется По закрытому клубу Видеоролик Сразу будет после этого Поэтому Ну там Обзор монет Которых я рекомендовал Держать не держать Поэтому все Это будет Спасибо за внимание Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok